Здравствуйте, меня зовут Рупа Сири Переро, я из Шри-Ланки, но сейчас я в данный момент нахожусь в пригороде Чехови и я приехал специально для того, чтобы познакомиться с интересной техникой и я хочу представить вам Андрея, Андрей вам расскажет, сначала представьтесь Андрея. Добрый день, друзья, меня зовут Андрей Лобов, я представляю компанию SAS Holding и хочу познакомить господина Рупа Сири с кит-комплектом, который мы разработали для Bajaj Maxima. Андрей, в первую очередь, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, а вас немного. Хорошо. Друзья, мы занимаемся разработкой комплектов, электрических комплектов для различной техники с целью установки их уже на существующий транспорт. Вот, например, это Bajaj Maxima, это может быть какой-то мотоцикл, это может быть квадроцикл, все что угодно. Основной момент наших электрокитов – это моторы с совмещенными обмотками. Вот в этом проекте используется мотор D90S с совмещенными обмотками по технологии Дмитрия Александровича Дуинова. Ну, это очень интересный проект, который уже очень давно идет. Господин Рупа Сири, так же, как и я, является инвестором. Я прав, да? Да, мы являемся инвесторами, да, этого проекта. Это, я думаю, проект экологического будущего транспорта, и поэтому мы очень заинтересованы в этом проекте, и мы перенимаем участие. И как, Андрей, у вас родилась идея именно переходить и создать такие кит-комплекты для тук-тука? Ну, вот идея возникла именно потому, что существуют такие моторы, потому что все, что мы использовали раньше, ну, так скажем, по-простому, не тянуло такую тяжелую технику. То есть, трехкиловаттные моторы, которые выпускались до этого, китайской промышленностью, там, европейские какие-то моторы, они не тянут такую тяжелую технику, тем более с таким количеством груза. Вот вы сейчас катались, да? Мы как раз сейчас катались, да, и было загружено 500 килограмм, так, груза, и было, даже мы не чувствовали, что такой груз в транспорте. Да, и это как раз вот благодаря этим моторам. Ну что, друзья, теперь давайте передадим слово нашему техническому специалисту, Матвею Плотникову. Матвей, в первую очередь, да, у меня вопрос. Дело в том, этот транспорт, так, в основном, у нас используется в качестве пассажирского транспорта. И может ли этот тук-тук работать, допустим, 8 часов с небольшими перерывами, чтобы перевозить людей? Ну, можно так сказать, что не на всех маршрутах. Если маршрут у нас, ну, в этот 8-часовой рабочий день будет, ну, до 20 километров за раз, и будут солнечные батареи, допустим, и стоянка после вот этого пробега будет где-то в районе получаса, то аппарат сможет ездить. Нет, нет, как раз эти условия как раз и соответствуют, потому что у нас бывает на короткие расстояния, так, как такси используется, и также пока другого пассажира ждет минут 15-20 и так далее, время. И поэтому, я думаю, как раз очень подходит, тем более солнечный панел. У нас солнечной энергии нет проблем, так, с утра до вечера есть, и идеальный вид будет. Так. Ну, еще зависит от того, как наездник, шофер будет лихачить. То есть быстро будет ехать, быстрее батарея садится. Сколько он пассажиров возьмет. Вот, допустим, наш аппарат, вот сейчас мы ездили, 500 килограмм. 500 килограмм – это эквивалентно, ну, 6 человек будет сидеть. Как я знаю, то, что тук-туки берут на борт, ну, в основном по 3 человека. То есть запас у нас по весу есть. А дальше все зависит от водителя, насколько экономично он будет придерживаться, ну, режима. Матвей, расскажите, пожалуйста, насчет ремонта, насчет обслуживания. Как этот кит насчет обслуживания? Смотрите, в плане обслуживания здесь все сводится к минимуму. Потому что мы сняли дизельный двигатель, и вместо него поставили асинхронный двигатель электрический, в котором есть всего два подшипника. Достоинство, кстати, этого двигателя, если магнитный двигатель бы нагрелся, у него магниты отклеились, и он пришел бы в негодность. Вроде ездил-ездил, все хорошо, а тут раз остановился, то данный двигатель, ну, даже если он нагрелся, у нас магниты не отклеются, но может вытечь вот эта смазка, которая набита в подшипниках. Но это надо очень сильно его нагреть, и программное обеспечение, которое управляет двигателем, она контролирует его температуру, и если двигатель пошел на большой нагрев, она снизит мощность, и эта температура останется в определенном диапазоне. Да, Матвей, еще хотел узнать, как сложно ли установить этот кит-комплект? Как быстро, по времени, как? Ну, вообще не сложно. Но, правда, у меня есть опыт, я гайки кручу регулярно. Ничего сложного там нет. Весь комплект встает без сварочно-болгарочных работ, без дрели, то есть никакие отверстия сверлить не надо, ничего. То есть все встает на штатные места. Меньше светового дня, это точно. То есть смена одна, и техника переоборудована. То есть вот 8 часов, как у вас люди работают, 8 часов он будет уже не дизельный, а электрический. То есть сняли старый двигатель, поставили его, принесли новый. Ну, в скором времени будет и инструкция полноценная, все заново будет сниматься, ставиться. Извините, да, я перебиваю. Скажите, Андрей, здесь мы используем солнечный панель, так? Можно ли, допустим, это очень экономичен, и можно ли переделать, допустим, не только в виде пассажирского транспорта, грузового, допустим, небольшие там бизнесы люди делают, что-то можно на этом тогда делать? Ну, если мы конкретно берем технику Баджач, то вот здесь готовый комплект, ну, который в себя включает двигатель с крепежами, он адаптируется и грузовому, и грузопассажирскому, ну, пассажирскому, как тук-туки у вас есть. То есть двигательная часть будет одна. Мы, опять же, напомню, переделали дизельный аппарат. Бензиновых у нас в России нет, но, насколько я знаю, там коробка передач точно такая же. Идет другой колокол, ну, соответственно, под дизельный двигатель. По поводу солнечных панелей, вот этими панелями я очень доволен. Почему? Потому что, как видите, у нас еще весна, и, как бы, наш край не богат солнцем. А вот эта техника, она не заряжает батареи только ночью, или если мы ее загнали под козырек. Пасмурная погода, да, она не так эффективна, но она заряжает батарею. А батарея, опять же, я напомню, у нас небольшой емкости 50 Ач, и солнечная панель с запасом справляется и доводит батарею. Если мы захотим, не одна панель, да, несколько можно установить, и можно тем самым, да, к мощности увеличить? Конечно, конечно, я опять же говорю, то есть ей не обязательно прямое попадание солнца, то есть даже если она будет сбоку, эта батарея. Ну, просто надо обезопасить от механических воздействий, чтобы ее не помяли, там, ну, при маневрировании. Но много техники вот такого плана, как передвижные кухни, где на точку приехала техника, она открыли, и, соответственно, больше солнца попадает, больше энергии перерабатывает эта батарея. Ну, все, все... Много вариантов, да? Да, добавить. Здесь две секции батареи. То есть и они, самое интересное, что они автономны друг от друга. Даже если на одну что-то упадет, ну, всякая бывает в жизни, вторая секция будет работать автономно и заряжать нашу батарею. А мы этих секций можем навешать, ну, еще точно одну с этой стороны, одну с этой, и у нас в два раза будет больше энергии. А на этой энергии мы можем как и ехать, так и подключать дополнительные потребители, которые нам нужны. Ну, самое главное, что вы смогли сегодня прикоснуться к этой технике, не просто прикоснуться, посмотреть, как все устроено. Вы на ней прокатились, причем мы прокатились с грузом, прокатились с большой скоростью, оценили во всех диапазонах техника, то, что это реально работает. Я, как бы, вот на это и больше акцент и делаю, потому что я сам с электротехникой связался вот так вот плотно, только после того, как я все это попробовал. Потому что вот так вот, когда слышишь, видишь, это не то. Когда это почувствовал, почувствовал пользу от этой техники, то, что, ну, она, первое, выбросов нет, второе, она простая в управлении, третье, ну, вот, допустим, в такой концепции, вот я ее эксплуатирую уже месяц, а к розетке я подъезжал два раза. То есть мне хватает, вот, ну, это, в первую очередь, это выгодно. Много перспективы, да? Да, перспективы есть. И, как бы, я рад, что я прикоснулся к этой технике, рад за вас. Да, очень приятно. Спасибо, что побывали в гостях. Да. Спасибо.